Всем привет! Надеюсь у вас хорошее настроение. Сейчас я с вами поделюсь своими наблюдениями за косметикой, которая имеет свойство увлажнять. Это будут сыворотки, кремы, которые попадались мне на пути и которые на меня произвели или не произвели впечатление. Первое средство от компании SkinCeuticals называется Kidrating B5. Это очень классная вещь. Вот правда, у меня уже почти закончилось. У меня маленький флакон, но его мне хватило на очень-очень долго. Я наносила его на те места, которые требуют увлажнения. В моем случае это от головы до пяток, в принципе, да, но я наносила только на очень проблемные места. Это зона под глазами, между бровями, вокруг рта. Все, больше никуда я не носила и именно поэтому, может быть, мне и хватило на несколько месяцев. У меня осталось уже совсем на донышке. Каждая капелька, мне кажется, пошла на пользу. Конечно, первое время я не совсем замечала, есть ли эффект, нету. Тем более, мне не очень нравятся средства с пипеткой. Я не очень люблю, знаете, все эти пипеточные средства, но в данном случае я переборола себя, стала пользоваться и оказалось, что не зря, потому что морщинка вот здесь под глазом у меня немножечко разгладилась. Между бровей тоже у меня разгладилась, потому что я, как правило, люблю похмуриться. И, конечно, надо бы там какой-нибудь ботокс уже сделать, но я все никак не сделаю. Как-нибудь потом, может быть, перед летом, чтобы не хмуриться, потому что я вообще уже хмурюсь. Бывает так, что я просыпаюсь от того, что у меня болит просто лоб. Да, да, бывает такое. Купила бы я такое средство? Да, купила. Вот это супер. Можно маленькое взять, можно взять большое. Его вообще надолго хватит. Но говорят, кстати, все эти гиалуроновые сыворотки нужно использовать долго, чтобы увидеть результат. Я могу сказать, что я увидела где-то через 3 недели такое улучшение. Так, давайте дальше. Сыворотка от компании Кристина. Это профессиональная косметика, которая используется косметологом. Как правило, там всякие маски и какой-то уход такой... И какой-то такой уход. Но есть такие хитренькие девочки, я среди них, я себя иногда причисляю к ним, которые покупают профессиональную косметику для использования дома. Вот я решила, что я тоже такая хитренькая. И вот, кстати, мой второй флакон. Я не знаю, почему я купила второй флакон. Еще даже при использовании первого флакона я поняла, что мне неудобно использоваться пипетками. Я их не очень люблю. Но я решила, так, я больше другого средства пока не знаю. Тем более, ну там сотни отзывов, которые говорят, что класс, Катя! И я почему-то повелась. Я ведусь на эти отзывы. Если кто-то хвалит, мне кажется, что ну не зря же. Все мы чем-то похожи, поэтому и мне это подойдет. Короче, в итоге я получила такое средство, которое обязательно нужно запечатывать кремом, иначе оно будет стягивать лицо. Его обязательно нужно использовать только на ночь, потому что если ты будешь использовать ее в дневное время, весь макияж твой скатается просто вот вообще в ролл, Цезарь. Кульминацией использования этого средства стало то, что оно мне просто упало, крышечка треснула, и вот эта пипетка разломилась, потому что она стеклянная, и в итоге я не смогла использовать ее до конца. Ну, хорошо, спасибо, я почти полностью все использовала, но зато я поняла, что, ребят, не всегда нужно вестись на отзывы. Вот мне лично показалось, что она так уж круто ничего не делает, как, например, та же SkinCeuticals, но при этом на нее почему-то так много хороших отзывов. Короче, я не буду больше такое покупать, и даже если мне Кристина предложит сотрудничество, я не буду брать эту сыворотку на обзор. Вот. Следующее средство, которое я вам хочу показать, такой классный шприц от L'Oreal Revitalift Filler с гиалуроновой кислотой. Во-первых, это классная упаковка. Я люблю все такое, знаете, инновационное, или такое околомедицинское, и это действительно выглядит так. Смотрите, такой шприц, нажимаете же так вот здесь. Появляется такой красивый лосьон с жемчужным сиянием, который просто приятно нанести на лицо, и кожа от него становится сияющей. Не только потому, что там есть в составе гиалуроновая кислота, которая насыщает верхние слои кожи влагой, но и вот эти вот маленькие-маленькие такие блесточки, которые делают кожу очень красивой, жемчужной. Ну, то есть приятно использовать и днем, и вечером. Мне очень понравилось, класс. Сразу же после применения визуально оно улучшает внешний вид кожи, морщинки не так сильно туда проваливаются. Все здорово. Как себя будет вести это средство через месяц, посмотрим. Но в любом случае верхние слои, вот этот весь слой я увлажнила. Следующие это два средства в таких интересных упаковках. Сейчас уже пойдет что-то менее известное по названиям, японская марка, все японское, знаете, оно такое инновационное, оно такое классное, оно работает, как правило. Что могу сказать? Вот больше всего могу выделить лосьон, потому что молочко, которое должно идти вкупе с лосьоном, к сожалению, мне кажется, мне корпий подзабивает. Лосьон очень приятно распределяется по лесу, потом ты используешь свой любимый крем и действительно все напитывается. В составе гиалуроновая кислота очень высокого качества, что позволит ей проникнуть чуть-чуть глубже. Вот. И значит оно будет иметь пролонгированный эффект. В итоге ваша кожа будет не только в момент использования хорошей, но и какое-то время после. Ну, пока там не разрушится эта гиалуроновая кислота. Она разрушается, да? Итак, лосьон мне очень понравился. В идеале нужно сначала нанести лосьон, потом нанести молочко. В итоге ваше лицо должно очень омолодиться. Особенно подходит для кожи, склонная к шелушениям, к сухости. Но у меня кожа жирная, поэтому вот это молочко мне не подошло. Эти глаконы очень приятно использовать, потому что они стеклянные. Потому что здесь есть дозатор, а не вот эта пипетка, которая... Ну вот, единственное, кому я могу простить пипетку, это SkinCeuticals. А остальным пока я не могу этого простить. Только выдавливаешь. Конечно, это такой гель, когда ты распределяешь по лицу, это превращается в водичку. И это очень приятно. Не скатывается косметика, можно использовать и днем, и вечером. Когда угодно, когда кожа ваша требует увлажнения. Суперсредство я рекомендую. Конечно, как все японское. Это не бюджетный вариант. Но объем здесь 120 миллилитров. Это очень большая банка с гиалуроновой кислотой хорошего качества. Поэтому стоит, да. Молочко может быть только тем, у кого кожа сухая. А вот это средство все, например. Из старым лад все могут. Причем мне очень нравится использование таких сывороток, лосьонов. Потому что их можно наносить на все лицо, а не только там, избегая области зоны вокруг глаз. Это мне вообще всегда не нравилось. Поэтому я люблю такие средства, которые можно наносить везде. Везде. Не могла я не показать, конечно же, что-то из марки Эджио. Потому что вот это космоцевтика, которая вот я могу 100% быть уверена, что она понравится. Если кто-то скажет реклама, я от вас отписываюсь. Короче, ребят, это гиалуроновая сыворотка, которая с дозатором. Опять же, удобно. Единственное, тут, конечно, флакон маленький, не такой, как у этого Каринга. Просто классный продукт, в котором я уверена на 100% прям то, что я люблю. Опять же, это своего рода гель, который при попадании на кожу превращается в водичку. Впитывается моментально. Кожа сразу насыщенная. Сверху наносится свой любимый крем, какой-то защитный, если это дни в день. Какой-то более питательный, если это на ночь. Или какой-то тот крем, который борется с вашими проблемами в данный момент. Например, какие-то высыпания или купероз, или веснушки. И это просто супер. Я прям уверена, хороший средство. Как правило, я показываю косметику, которая вовсе не бюджетная. Конечно, мне хочется показать что-то недорогое. Потому что я в своем уме, я понимаю, что не каждый может себе позволить какие-то сыворотки там за 100-200 долларов. И что увлажняющему могу посоветовать? Единственное, что я сама лично покупала и покупала не один раз, это крем от La Roche-Posay. Вот этот увлажняющий крем. Toleran Rich. Я покупала несколько раз, и мне 100% всегда нравится, как он работает. Я могу использовать какую-то свою дорогую сыворотку под этот крем Toleran. И у меня кожа насыщенная, красивая. И я полностью удовлетворена результатом. И мне сейчас главное не сделать кожи хуже. Мне главное поддержать то, что у меня есть, сохранить кожу в хорошем состоянии. Возможно, даже улучшить. Часть продуктов мне, кстати, помогает улучшить кожу. Мист-спрей от Dr.Jat. Увлажняющий супер средство, которое ты брызгаешь просто. Оно пахнет свежестью. Это то, что пригодится мне весной сейчас. Когда так хочется чего-то нового, свежего. Ну и так необходимо зимой, когда вот это отопление. Это просто вот на себя брызгаю, 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 брызгаю. Оно все впитывается, впитывается. И это хотя бы позволяет мне не засохнуть. Еще мне нравится в Dr.Jat. Как я сочетаюсь прям с моим фоном. Еще мне нравится в Dr.Jat то, что эта косметика всегда очень богата по составу. Там, знаете, не просто вода, глицерин, гиалуроновая кислота, стабилизатор и краситель. Нет, там всегда такая целая куча каких-то экстрактов, всего на свете. Супер. Вообще классная косметика. Единственное, не знаю, она продается сейчас в России или нет. Но я ее покупала за границей. Давайте уже подходить непостепенно к завершению видео. Покажу вам последний продукт от компании Rixoline Premium. Line Killer, Booster Extreme. Короче, много каких-то многообещающих штук. Я в первую очередь люблю это средство за аромат, потому что он парфюмерный. Многие скажут, что я ее не люблю, когда косметика пахнет, когда у меня крем, он у меня начинает надоедать. А я люблю, знаете, мне нравится. Когда аромату крема приятный, я им пользуюсь с большим удовольствием. Знаете, здесь аромат очень похож на аромат кинсо с красным цветком. Знаете, такой старый аромат. И это вот один в один. Но здесь это более легкая форма. Естественно, это не так навязчиво. Хотя кому как. После каких-нибудь кремов клиник очень тяжело, наверное, будет пользоваться таким продуктом. Почему я повелась и купила это средство? Совершенно ничего о нем до этого не знаю. Я, знаете, люблю так вот поэкспериментировать и потом снимать видео. Шок! У меня выпали все волосы. Шок! Я покрылась волдырями. Потому что, когда я зашла на сайт почитать, просто из любопытства, я увидела, что там какие-то научные словечки. Меня это все так привлекло. Я такая так-так-так-так. Ну-ка-ну-ка. Я такая сразу поправила, так очки, диаграммы, там вот эти снимки кожи. И я повелась. Я купила. Могу сказать, что я не разочарована. Единственное, что я очень разочарована, что больше в России не продается. И это грустишка. По внешнему виду очень похож на вот этот ревиталифт от L'Oreal. Это тоже частички, которые придают такой жемчужный блеск лицу. Будет приятно просто нанести на лицо. Это не превращается в водичку, кстати. Это просто гелевая текстура, которую, я думаю, можно использовать даже без крема. Потому что это очень мощный, действительно бустер увлажняющий. Это будет очень приятно использовать людям с возрастной кожей. Для тех, у кого проблемы после сезона, зима и вот этого отопления. Для тех, у кого есть склонность к шелушениям. Вот классное средство. Если у вас будет возможность, где-то увидите. Может быть, случайно. Возьмите, может, пробник какой-то там у консультанта или еще кто-то. Возьмите там себе баночку на домой, припасик. Ну, супер, попробуйте. И вот будете приятно удивлены, потому что средство очень классное. Я еще заодно купила, честно, повелась просто на название. Мицеллярная вода увлажняющая. Мне кажется, что мицеллярная вода сама по себе не сушит. И поэтому она может быть и увлажняющей. Это, скорее всего, маркетинговый ход. Но я ее еще не пользовалась. Надеюсь, это видео оказалось кому-нибудь, хоть кому-нибудь, хоть кому-нибудь полезно. И я увижусь с вами совсем-совсем скоро. Пока! Старт. Ставим таймер, я всегда так делаю. И начинаем записывать видосик. Итак, всем привет! Надеюсь, у вас хорошее настроение. Поехали! Продолжение следует...